Приветствую вас! Как мне показалось, вы не сказали ничего такого, что было связано с тем, что помимо ребенка, у вас есть, например, еще и муж. Соответственно, если вы не описываете в своей жизни такую значимую фигуру, как мужа или постоянного партнера, то, соответственно, у нас нет сексуальной жизни, и по той причине, что у нас нет сексуальной жизни, сексуальное желание, конечно, дает о себе знать. И оно, это сексуальное желание, является результатом того, что вы не чувствуете себя удовлетворенной, опять же, сексуально удовлетворенной, да, вот, не чувствуя себя таковой, вы направляете свою нереализованную сексуальную энергию на мужчину. И это абсолютно нормально. Я вам дальше больше скажу, что было бы ненормально, если бы этого не было бы. Вот это было бы ненормально. А то, что у вас, это абсолютно нормально. Ага. Не очень понимаю, почему вы называете это проблемой, то, что у вас. Это не проблема. То есть это обычная реакция организма. Вы здоровая молодая женщина, которая хочет мужской ласки, внимания, тепла и так далее, и так далее. В этом нет ничего плохого. В этом нет ничего неформального. И это не проблема. Проблема, если можно так выразиться в другом. Как это не парадоксально звучит, но проблема в том, что вы считаете это проблемой. Вот это, это действительно проблема. То, что вы считаете это проблемой. Вот это действительно грустно. И это действительно повод для того, чтобы как-то вот задуматься. Это действительно повод для того, чтобы, ну, возможно пересмотреть какие-то свои взгляды. Например, то, почему вы зажимаете в себе свои желания, зажимаете в себе то, чего хотите, с чем это связано, да, что является источником подавления ваших желаний. И так далее. Потому что одни эти самые желания никуда не уйдут. Они никуда не денутся, как бы нам этого, может быть, не хотелось бы банк Пароль. Они никуда не уйдут, и, соответственно, их нужно реализовывать. И либо вы реализуете их самостоятельно, то есть путем самоудовлетворения в вашем случае. Либо вы все-таки находите себе адекватного партнера, который, ну, удовлетворял бы вас целиком и полностью. И ребенок, значит, ребенок, ребенок не является для того помехой. Абсолютно никак. Помехой может являться ваш, например, негативный опыт взаимодействия с мужчинами. Вот это может быть. Но негативный опыт, даже если он есть, его можно относительно безболезненно и относительно легко, а также быстро по времени. Правильно усвоить, правильно понять, чтобы он вам больше не мешал. В любом случае, отвечая на ваш вопрос, это абсолютно нормальная реакция, абсолютно нормальная. В ней нет ничего аномального. Аномального выхлопа, ну, разве что, только если вы не будете на мужчину, да, кидаться и домогаться до него. Это вот безусловно неправильно. А так, то, что вы испытываете к нему желание, это вполне нормально. Это хорошо. Это признак вашего здоровья. Но плохой признак тот, что вы зажимаете это в себе. Вот это вот меня очень беспокоит. То, что в вас это зажимает. То, что вы зажимаете в себе это сам. С этим нужно работать. Так что, если будет желание, то обращайтесь, мы с вами эту проблему решим. Ну, или с любым другим психологом, которого вы выберете на нашем ресурсе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или чем-то непонятный мой ответ, пишите в личку. Буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!